Отлично. Ну что, я пересаживаюсь, Вадим здесь? Да, ты пересаживаешь, Вадим здесь уже. Здравствуйте. Вадим, привет, как дела у тебя? Так, новости слышал последние? Надаль выиграл, у Медведева Надаль выиграл. А, вот, но сейчас что-то мы до тренировки, у нас еще было, что 2-0 там было, Медведев вел, что-то ушли, видимо, в хоккей играть мы, и черт побери случился. Все плохо потом было. Ну, у вас, я знаю, у вас есть корт, по-моему, в Новогорске, да, и кто-то рассказывал, что в выходной день кто-то даже ходит играть в теннис. Не знаю, таких спортсменов, конечно, в нашей команде. Может быть, они и есть, но я точно не хожу. Настольные у нас есть, они здесь? А, это настольный имелся в виду, наверное. Да, нет, такой-то большой, я думаю, что никто не бегает, а настольный, да, долгий народ. Как у вас проходили выборы капитана? Тайным голосованием или тренер сказал, будешь ты? Как все это было? Да нет, раздали всем бумажки, где было три строчки, да, там капитан, два ассистента, и все, искали, все проголосовали, там, свернули листочки, отдали. Вот через пару дней нам объявили вчера. Кого вписали вы капитана? Я вписал Гусева, Войнова, ну, не имею в виду капитана, Гусев, Войнов и Яковлев. У меня много вопросов, я слово даю другим, а то скажут, потому что я узурпировал. Семен Галькевич. Вадим, да, как вообще, Вадим, не утомились там уже сколько, две недели? Да, ну, такой вопрос-то, конечно, интересный, так сказать, мягкий. Да не, ну так, поднаелись, что ли, уже поднаелись. Но сейчас, наверное, будет больше такое, это, 5-4, там еще что-то, такое более отработан, отработан такая будет. Так уже, да, поработали прилично. Вторая апрелизонка. Это, насколько это должно помочь? Насколько это необходимо? Именно так, настолько усиленно. Ну, потому что нету игр, да, был бы турнир, были бы игры, наверное, как бы, был бы игровой тонус. А так, игр нет, ну, естественно, что там, и себя физически приводить. И мы, на самом деле, тоже там с Динамо последние игры проиграли. Возможно, физики где-то там не хватало, удачи чего-то. Так что надо было поработать, но это понятно. И вот сейчас надеемся, что это нам поможет. Яковлев нам говорил, вы любите футбол зарубиться на приставке. Так и есть? Ну, мы рубились, да, в том году. Сейчас базы не выпускают, никуда делать нечего. Было бы вечером. И вот, играли. Ну, мы там с ним и в другие игры играли. Не только футбол. Вадим, здравствуйте. Понимаю, может быть, не совсем вам это приятно вспоминать, но по поводу 2018 года вы для себя проанализировали, а потом уже почему сыграли тогда на Туалимпиаде победу для наших только один матч? Потому что так, наверное, надо было для команды. Команда выиграла, значит, все было правильно. У меня медалька дома лежит. Вас не задело потом самолюбие? То, что все-таки одну игру провели? В хоккей же командный вид спорта. Да, если мы выиграем. Я могу и на этой Олимпиаде одном сыграть, если мы выиграем. Я не расстроюсь. Вадим, расскажите вообще, с кем вы тренируетесь, в каких тройках. Потому что была информация, что сначала вы тренировались с Никитой Гусевым, потом вас перевели к Галиеву. Раскройте секреты. Мы в разных сочетаниях тренируемся, готовимся к разным событиям. Так, и с Гусем играли, с Критюком, потом с Гусем, с кем мы еще играли? Сейчас вспомню. Подождите. Чуть тренировок много было, меняются составы. Так, сегодня мы, короче, гонялись с Галием. Подожди секунду. А, с Григоем, забыл. С Григоем сегодня мы гоняли и с Галием. А с кем вам комфортнее тренируется? С кем вы больше времени тренируетесь? Ну, вот мы, еще раз повторюсь, в разных сочетаниях. Но вот с Галием, конечно, мы с ним целый сезон проводим уже вместе. А так, ребята, мастера вид и гусь, и с кем мы там. И Гриц в порядке вообще. Молодой, понимаешь, как талантливый такой. Красавец. Я со всеми, меня ставят. Почему-то со всеми, кто хорошо играет, я не знаю. Вадим, если про сигареты, а как тогда решалось, кто будет там с президентом общаться? Почему не ты? Я не знаю, ребят, но вы какие-то это не ко мне, в общем, точно. Вадим, добрый вечер. Насколько все-таки проблемы будет, то, что команда нет, касуясь игрового тонуса, около месяца практически, без игр. Ну, мы играем на тренировках, да, тренировки нам двухсторонние проводим. А так, ну, так вот решили, что делать. У всех такое, да, никто же, ни финны, ни шведы, они сейчас не играют. Товарищеские игры, видите, тоже отменяются, да, по-моему, не знаю даже. Я тренируюсь пока, мне нормально, мы играем в двухсторонке и тонус набираем хоккейный. Рима новости из женской сборной, из нашей, ну, насколько беспокоят. То есть, все нормально было, да, на базе с вами, уехали и началось там у них приключение. Ну, то есть, понятно, никто не застрахован. На самом деле, даже особо не успеваем следить, да, там, кто-то приезжает, пишут, там, кто-то ехал, тех-то. У нас тут по две тренировки в день, мы вот пришли, поспали. Сейчас вот после разговора с вами пойду, перекушу на ужин и отдыхать. Баеньки, завтра не пойдем опять. Немножко перестраиваемся на время, на другое уже, и встаем раньше, ложимся, рано. Так что ребят как-то даже особо нет. Сейчас с семьей переговорю, и баеньки пришел. Чехи тут тренируются всемиром, и у них вратарь экипировщик. У них там заболели все. Я сообщаю по инсайду, потому что я уже здесь посмотрел, мы с ними играем третий матч. У них то есть все заболели, в Праге сидят, и только семеро пролетело. Так что выиграет тот, кто будет самый здоровый на этой Олимпиаде. Вы и китайцы. Дай бог, да, чтобы у нас было все нормально с этим, да, с этими тестами, со здоровьем. А так, ну, поживем, увидим, что там будет дальше. Без шуток, потому что, как сказал капитан женской сборной, это похоже на игру кальмара. То есть, когда много людей бегут по полю и выбывают один за другим из-за этих тестов на ковид. Так что специфика этой Олимпиады будет такой, какой не было никогда. Насколько тут надо быть логически устойчивым и готовым к этому? Потому что самое серьезное здесь будет не просто забить гол, а утром получить правильный тест. Ну, или днем, когда он приходит. Блин, что, банальные вещи, да, все в одной ситуации, все так же одинаково. Видимо, кому повезет, наверное, я не знаю, либо кто здоровый. Какие-то прививки там надо было делать. Не знаю, в КХЛ делали прививки. Не знаю, помогут они нам не помогут. Я еще раз говорю, поживем, увидим, что дальше будет. Но в целом, это, с вашей точки зрения, нормальный ситуация? Потому что был бы выход, например, на год перенести, проехали бы и НХЛ, и вы бы играли с Панарином и Додоновым. И не было бы такой ситуации. Может быть, как вариант, как вы думаете? Был бы такой хороший план? Да, ребят, на самом деле, наше дело. Я в хоккей играю, там как все решат. Это вообще, как бы, опять не ко мне вопрос. Я приехал, тренируюсь и готовлюсь к серьезному турниру. Вадим, скажите, пожалуйста, что для себя из рекрива из скупы Первого канала? Там играли в разных сочетаниях. Что запомнилось и, может быть, что-то из этого применили? Сейчас на сборе. На сборе пока мы применяем зал, ходим так же. На лед ходим. А так игра быстрая. Все вперед стараемся играть. И надо выигрывать, забивать, да? Надо выигрывать каждую игру. В принципе, вот так как-то. Капитанство на Олимпиаде как-то может отличаться от клубного или вообще, ну, все то же самое должно. Не, ну, это серьезный турнир такой, да. И, в принципе, рад, что ребята выбрали. Большая ответственность. Постараюсь оправдать, так сказать. И сделать все, что от меня зависит. У нас в истории было капитанов в Олимпийской сборке не так много. Я сейчас как раз считал. Там и Майоров, Савогубов, Дацук, Морозов. То есть так стрепетом многие болельщики относятся к этим именам. Потому что там сколько Олимпиад было. Для вас это что-то такое носит? Какое-то такое значение действительно? Или это все-таки просто рабочая функция? Надо просто что-то сказать. Да нет, ну, конечно, я очень обрадовался. Это серьезно, я говорю еще раз. В принципе, эта команда выбирает, когда очень приятно, что ребята отдали свои голоса за меня. И еще раз повторюсь, постараюсь оправдать доверие пацанов. А хватит ли уровня английского? Я так понимаю, там надо будет с иностранными судьями разговаривать, да? Я тебе, если что, там по WhatsApp пару слов что-то спросить. Объяснишь мне, что ли? Нет, я серьезно говорю, потому что капитаном как раз одна из функций разговаривать с иностранными судьями. Бывает момент в игре, когда надо переубедить что-то переубедить. Я сейчас играю уже в «Динамо», у меня не все русские, извиня. Так что я так. Просто в «Вегаса» так нормально. Получше стал. Борюсь, в Европу, может быть, когда-нибудь пустят потом, да, когда ковид закончится, так я там вообще шарить буду нормально. С дочками болтаться об этом по этим подастся примечательностям. Меня удивила вратарь Федотов тем, что он читает на сборах сейчас Шопенгауэра. Шопенгауэр, писатель. Что читаете вы? Может быть, не читаете, может быть, сериал. Есть ли какое-то такое увлечение, которое позволяет отвлечься в эти недели мучительные, томительные работы? Я сериал смотрю на Нетфликсе. Ребята говорят, смотри Нетфликс, там по-английски сериал. Пошучить его. Так иногда я занимаюсь с учителем по-английски, когда делать нечего. Но у нас что-то сейчас там прямо такое расписание, я говорю, еще раз. Делать ей сигачу. Я лучше посплю. То есть я-то думал, это шутка. На самом деле, серьезно изучаешь английский, прямо и репетитор, и в оригинале фильм смотришь. То есть это в НХЛ, может быть, еще получится съездить. К комментаторам только с ним. У вас там новый тренер по физподготовке, да, как с ним сработались, он там юморист, да, кажется? Вы имеете эту сборную олег, или... Да, да, ну, Ешанькин, Ешань. А, Ешанькин, он прям, да, так что-то смешит. Ну, нет, ну, занимается, да, все знают свое дело, и он бывает и юмор, и рабочий процесс, так что, нет, все нормально, все на позитиве. Спасибо. Я хотел уточнить, вот, то есть с Галиевым в троих, получается, его в основу могут перевести, он же сейчас в запасе, он там не грустит из-за этого, или это вообще носит функцию такую, ну, как бы, все равно, если можно поменять до первого матча. Я не знаю, еще раз, ребят, говорю, мы катаемся в разных сочетаниях. У нас сегодня в одном сочетании пришел, завтра тебе составы поменяли, ты в другом и играешь. И так же на собрании говорят, ребята, у каждого есть шанс, то есть непонятно, что с этими, там, ковиды, не ковиды, там, блин. Так что мы готовимся все вместе. Сколько нас народу? 35 там человек, не знаю, ну, боюсь обмануть вас. У нас много людей, и мы все готовимся. Насколько интересно работать с Гончаром? Потому что он прям вот настоящий true NHL coach, как говорят там. То есть прям у него прям вот эта все подготовка, я так понимаю, как прям чемпионский Питтсбург, схемы, наверное, чуть-чуть отличается от того, что в КХЛ. Насколько это такая школа интересная сейчас для вас? Ну, интересно, да. И на Кубке Первого канала мы уже нам все это показывали. Здесь нам все и видео повторили, и повторили, как мы вообще будем играть. И, в принципе, да, уделяется много моментов, там нюансы прям просматриваем. И тренировочный процесс. То есть, ну, так, у нас все на высшем уровне в плане подготовки. Все объясняет. Осталось нам только выполнять. Это самое сложное. Вы славитесь тем, что не только сами играете здорово. Первый бомбардир ПХЛ сейчас, но и делает, и с этими партнеров лучше. Очень много было классных вингеров в разных звеньях. Можно назвать символическую тройку, где в центре Шипачок? Кто до вас краю? Ну, тут можно обидеть много людей. А так играл... Давайте обидим. Давайте обидим. Одну тройку точно не сделаю. Но и в питерская тройка классная была. Мы играли и с Панарой, и с Дадоном. Потом с Гусем, с Дадоном. В Динамо я играл с Кагарлицким, с Яшкиным. Сейчас с Галием играем. Но на самом деле ребята сами все обучены. И приятно играть, с которыми ребята умеют играть в хоккей. Да, мне остается делать свое небольшое дело. Отдавать передачи им. А они там уже сами все заканчивают. Есть какое-то сейчас общение с Панарином? Может быть, когда последний раз общались? Мы летом общались. Я ездил, там матч был. Он там организовывал матч благотворительный. Безнарок был. Панара. Ребята с Сен-Хелл там были. Пучневич. А так, знаю. По СМС. Есть номер его. Он видит сейчас, в WhatsApp его нет. Где он там? Надо ему там на это Nokia 3310 писать. Или куда-то сообщение. Спрашивает, где Водку. Поменялся человек уже без этого. Без WhatsApp. Ну, да. Видимо, нет. Реклама не приходит. Видимо, теперь спрашивают, где покупать вообще надо. Вадим, скажите, пожалуйста, хоккей все-таки статусный спорта в России. У нас Алексей Морозов был капитаном нашей команды и был знаменосцем на Олимпиаде Ванкувере. Так, не прометнул мыцель, что могут вас избрать одним из знаменосцев. Там вместе с какой-то спортсменкой. Как раз вот недавно был материал на эту тему в спортсе, что тот же Павел Ростовцев, наш биатлонист, предпочел восстановиться к соревнованиям на Олимпиаде, нежели ехать на Олимпийский стадион. Вы хотели бы, если вас пригласят, участвовать в церемонии открытия? Я думаю, что это, наверное, престижно для любого спортсмена. Но пока никаких вообще приглашений, да. И, ребят, я поэтому вообще ни в чем не знаю. Я на базе сижу в Новогорске. Понятно, что это теоретически, но если пригласят вас. Давайте будем исходить из «если пригласят, то я вам отвечу». А если не пригласят, то я вам не отвечу. Вадим, у вас есть мнение, что делать с чемпионатом ФСФ, который встал на мучительную, непонятную, загадочную паузу? Потому что есть много версий. А вы лучше бомбардир, от вас ваше мнение имеет вес. Что вы думаете об этом? Не знаю, ребят, там тоже сидят люди, которые решают эти вопросы. И как решат, так и будет. Но играть все равно. Я всегда за то, чтобы играть в хоккей. У меня кончились вопросы. Иван Багун мне один вопрос не задал. Иван Багун, вот давайте включим его. Он сидел смотрел на... Я же задавал вопрос про игровой турнир, Павел. А, это банально, я не запомню. Хорошо. Вадим, спасибо. Мы на канцерском, ребят, я из-за кадра. Давай из-за кадра. Так, все тогда, Вадим. Мы подняли вам настроение. Спасибо. Ждем в Пекине. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok